В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В рамках месячника благоустройства власти Ленинского городского округа начинают реконструкцию мемориальных мест в муниципалитете. Это очень хорошая программа. Во-первых, мы жителей оповещаем, что мы ремонтируем именно места памяти, а не просто там что-то разрушаем. Строительство выезда на трассу М4 Дон из новых микрорайонов города Видное идет по графику. Когда нам надо было, чтобы было сухо и тепло, было мокрое сыро, когда нам нужны были морозы, морозов не было. В историко-культурном центре состоялось открытие выставки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Первое – онлайн-открытие. Мы также будем записывать еще видеоэкскурсию. Близится священная дата 75-летия победы советского народа над фашизмом. Помимо подготовки праздничных мероприятий в рамках месячника благоустройства власти Ленинского городского округа начинают реконструкцию мемориальных мест в муниципалитете. Как это будет проходить, узнал наш корреспондент Юлия Пагасьян. В этом году месячник благоустройства в Ленинском городском округе будет проведен в апреле. В рамках него мемориальные места муниципалитета также будут приведены в порядок. Всего в Ленинском городском округе 38 мемориальных мест. 32 в этом году будут приведены в порядок. Возникает вопрос, почему не все в округе регулярно следят за состоянием мемориальных мест и некоторые из них были отреставрированы ранее. Как, например, этот знаменитый зеленый танк в Расторгуеве. Масштабную реконструкцию стеллы и ремонт танка здесь производили буквально год назад. Теперь это место радует глаз проезжающих мимо водителей и притягивает к себе прохожих. Эти места были, будут и есть. Надо их поддерживать, да. Сейчас в активной фазе находится ремонт одного из мемориальных мест – Аллеи Славы в городе Видное. Эта территория не входила в программу комплексной реконструкции, которая производилась в прошлом году вокруг кинотеатра «Искра». Поэтому ее приводят в надлежащее состояние сейчас. Реставрация завершится через две недели. У нас будет здесь замена значительной части панелей гранитных, тех, которые уже вышли из строя. И помимо самих стелл, будут также отремонтированы подходы и сама аллея. Также масштабная реставрация мемориальных мест предстоит в Молокове, в деревне Спаское, на входе в Расторгуевское кладбище. 4 апреля вокруг всех памятных мест будет произведена генеральная уборка, все памятники помоют, а завершатся все ремонтные работы до 30 апреля. Это очень хорошая программа. Во-первых, мы жителей оповещаем, что мы ремонтируем именно места памяти, а не просто там что-то разрушаем. Мы к этому относимся очень аккуратно. И когда будем приводить места памяти в надлежащее состояние, в рамках субботника, надеюсь, что он состоится, будем привлекать, естественно, детей, молодежь, подростков, которые должны ценить и помнить о том, ради чего вообще стоят эти памятники. Таким образом, к 75-летию празднования Великой Победы все места памяти будут приведены в порядок. И будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация позволит должным образом отдать дань памяти павшим в боях героям. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Строительство выезда на трассу М4 Дон из новых микрорайонов города Видное идет по графику. И объект сдадут в обещанные сроки. Какие этапы работ позади и что сейчас происходит на строительной площадке, узнал наш корреспондент Дмитрий Книга. Жители микрорайонов Южная, Видное, Купеленка, Завидное и Первый квартал волнуют вопрос, когда завершится строительство долгожданного выезда на трассу М4 Дон. В настоящий момент работы идут полным ходом, а главное, самый сложный этап возведения новой дороги позади. В связи с особенностью рельефа строителям пришлось замещать участки грунта более плотным составом. Также возникали проблемы, связанные с погодными условиями. Когда нам надо было, чтобы было сухо и тепло, было мокро и сыро. Когда нам нужны были морозы, морозов не было. Морозы нам нужны были для разборки грунта за бицей. Колоссальный объем, потому что техника тонула. И приходилось придумывать всякие истории, как его переместить. Но в итоге справились. Сейчас завершается установка водопропускной трубы через речку Бицца. Это один из самых трудоемких этапов работы, занявший в общей сложности около четырех месяцев. Смонтированы две трубы диаметром 3х6 метра. Они сборные, выполнены габионы. Сейчас идет обратная засыпка ПГСом. И планируем уже через 2-3 недели перейти песком на сторону забиться. Также в ближайшее время строители приступят к установке освещения на протяжении всей будущей дороги. Длина нового участка составит около полутора километров. А вместе с реконструкцией Донбасского моста и Донбасской улицы почти два километра дорожного полотна. В мае запланирована укладка нижнего слоя асфальта, установка ограждений и подготовка тротуара. После завершения основных строительных работ на прилегающей территории будет проведено озеленение и благоустройство. Сдадут дорогу в эксплуатацию летом этого года. В муниципалитете активно проводятся профилактические мероприятия «Маленький пассажир. Большая ответственность», в рамках которых особое внимание уделяется безопасности самых юных участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД регулярно устраивают рейды и детское кресло. В одном из них приняла участие наша съемочная группа. Место проведения рейда, подъездная дорога к торгово-развлекательному центру «Вегас» было выбрано не случайно. Именно сюда родители часто приезжают со своими детьми. В ходе акции сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, в салоне которых находились маленькие пассажиры. У нас мероприятие проводится, детское кресло. Пару детей пристегнуты, у вас все в порядке, да? Инспекторы рассказывали водителям о необходимости использования удерживающих устройств, о тяжелых последствиях, которым может привести неправильная перевозка малышей. Ведь в большинстве случаев именно детское кресло спасает самое драгоценное – жизнь ребенка. Посадили ребеночка в это детское кресло, пристегнули, в первую очередь пристегнули его ремешками. И сказали, что вот смотри, ты в своем кресле, а теперь я сажусь в свое кресло и тоже пристегиваюсь. Показывайте ребенку, как вы пристегиваетесь. Отродно, что большинство автолюбителей строго соблюдают правила перевозки детей. И никакая спешка или усталость не позволяет им забыть посадить ребенка в кресло. Это безопасность моих детей, потому что, не дай бог, какая-то ситуация, которая от меня не будет зависеть. Я просто себе никогда не прощу, если что-то произойдет. И мои дети всегда пристегнут. Их безопасность – это прежде всего. За время рейда был выявлен всего один случай перевозки ребенка без кресла. Водителю выписали штраф в 3000 рублей. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В продолжении темы безопасности дорожного движения. В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводятся и другие профилактические рейды. Один из них – тахограф. Специальный прибор с таким названием должен быть установлен в грузовом и пассажирском транспорте. Средство, которое определяет время, режим работы, отдыха водителя. То есть по нему можно распечатать ленту и можно определить, сколько водитель находится за рулем. То есть непосредственно, сколько он отдыхает, сколько он движется, сколько работает. И если будет установлено нарушение режима труда и водителя, административные протоколы. Штрафы на водителей от 3 до 5 тысяч рублей. Должностные у нас лица от 15 до 25. В историко-культурном центре состоялось открытие выставки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. На экспозиции представлены работы преподавателей и студентов учебного заведения. В связи со сложившимися на данный момент обстоятельствами познакомиться с работами педагогов и студентов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки можно только в режиме онлайн. Первое – онлайн-открытие. Мы также будем записывать еще видеоэкскурсию по данной выставке. Обратим внимание на какие-то отдельные картины, расскажем какие-то истории, способы создания этих картин. И со всем этим мы познакомим наших читателей, слушателей, наших зрителей на нашем YouTube-канале, на нашем сайте и в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбуке. Всего на выставке представлено 24 картины преподавателей и 140 студенческих работ. Из них 127 художественных и 37 декоративно-прикладного характера. Экспозиция познакомит посетителей с классической многослойной акварелью, масляной живописью, различными видами графики. Уникальная техника называется а-ля прима, когда рисуется по мокрому, то есть смачивается листок бумаги водой и наносится краски. Также на выставке представлены работы декоративно-прикладного искусства, роспись по фарфору, гончарное производство, витражи, иконопись, роспись по эмали. Сергей Андреяк известен в России не только как мастер классической многослойной акварели, но и в качестве автора методики обучения детей и взрослых художественному мастерству. Лучшая работа наших студентов и лучшая работа наших педагогов, то есть как бы мы представляем такой проект, можно даже сказать мастер-ученик, что умеют наши педагоги и как они свое мастерство могут донести и обучить свое подрастающее поколение. Стоит отметить, что это не первое знакомство жителей Ленинского городского округа с работами академии. Историко-культурный центр долгое время сотрудничает со школой акварели Сергея Андреяки. Они совместно организовывали мастер-классы и выставки картин преподавателей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.